Вечер добрый, это подробности недели. Мы возвращаемся в эфир и буквально минуту назад к нам в студию приехал глава парламента. Вечер добрый. Добрый вечер. Спасибо большое, что приехали. Я хотел с вами поговорить о бюджете. Это главная тема сегодняшнего дня, главная тема завтрашнего дня. Но вот разрешите, я просто начну с самого главного, самого событийного. Мы начали с этого эфир, мы пытались узнать подробности. Вам известно, что происходит с Алексеем Гончаренко, который был арестован сегодня в Москве? Вот щойно, как заходите до вас в студию, я разговаривал по телефону с Алексеем Гончаренко. Он, слава богу, сейчас свободен и находится в посольстве Украины в Российской Федерации. Безпрецедентный случай с депутатом Верховной Ради. Завтра он ожидает на суд, который должен происходить в Москве. Но я хочу отметить, что для нас, для всего парламенту, это была очень новая новость. Это для всей Украины ляпас. Я думаю, что это для всего света ляпас, потому что он имеет дипломатический иммунитет. Он не мог, так как будь-який украинский граждан, он не мог быть затринен. Тем более, что он не порушил жодного закону и жодных правил, которые есть на территории Российской Федерации. Хочу отметить, что сразу и президент, и уряд, и парламент, мы объединялись для того, чтобы держать всех законов, чтобы Алексей был свободен. Слава богу, он сейчас находится в посольстве Украины. Он нормально себя чувствует? С ним все в порядке? Физично? Нормально. Вы же знаете, Алексей, он такой, очень бадьорый, поэтому по настрою у него все нормально. Мы ожидаем, что завтра все будет в сфере, и он вернется в Украину. Доброе, если мы уже начали про российские події говорить, я могу попросить ваш коментарь щодо вбивства Бориса Немцова. Как вы это принимали лично? И вообще, что происходит в России? Величезный, величезный боль. Оскільки в любом случае убивать человека – это злочин не только этого человека, а и против этого человека. Мы видим, что сегодня происходит на украинских землях, на территории Донецкой и Луганской области. И то, что произошло в России, это, я думаю, что ознака режиму. Не могут на улицах убивать людей, особенно таких, как Борис Немцов, как его называют. Это – великий друг Украины и великий патріот России. Президент сказал, что мест между Украиной и Россией. Я в этом даже не имею никакого сомнева. Это варварство, это убийство, которое должно быть покарано. И у меня нет никакой оценки. Я это принимаю как особенную втрату, я думаю, как и вся большинство людей, которые исповедуют абсолютно нормальные ценности. Дякую. Давайте перейдем до бюджета, до головного тема. Я вдячна вам, что вы приехали еще про Цепу говорит. И я хочу зрителям сказать, что уже завтра парламент может внести изменения в бюджет. Но, по крайней мере, об этом настойчиво просит правительство. Переговоры с комитетами и франкциями шли до позднего вечера, как сказал Арсений Яценюк, чтобы согласовать все технические моменты и завтра быстро проголосовать. Вот это была цитата. Но вот только вопрос, а можно ли и удастся ли проголосовать быстро? Дело в том, что только сегодня на Совете Коалиции, который начался в 2 часа дня и закончился буквально час назад, были там и премьер, и глава парламента, который сейчас у нас в студии, внесли 107 листов поправок. Но премьер, тем не менее, настаивает, голоса нужны, нужны уже завтра, мол, изменения, согласованные и с МВФ, и с внешними кредиторами. Главная тема этого часа, этого дня и, возможно, всей завтрашней недели. Так примут ли бюджет и что за изменения готовит нам правительство? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Как видите, я сказал, что Алексей оптимист и находится сейчас в посольстве. Я думаю, что завтра все должно быть хорошо. И самое главное, что он является членом парламентской асамблеи Ради Европы. Тоже, как и Надя Савченко. И это уже было бы, знаете, полным нехтованием, в целом, всех норм, которые есть, международных в том числе. Вы сказали про то, что он не звичайный украинец, Алексей звичайный украинец, но на данном этапе жизни и политическом в том числе я членом украинского парламента. Я думаю, что тогда, когда мы все будем осуществлять, что мы звичайные украинцы, вот тогда у нас появятся, напевно, правильные изменения и мы сможем себя реализовать. Ну, вы знаете, я что мав на увазе, когда прикордонник просто, або там полицейский, бачит, звичайно, украинский паспорт синей там с гербом, то, возможно, он как-то по-другому реагирует, чем он бачит зеленый паспорт дипломатичный. Если дипломатичный паспорт на него не чхали, то это уже ставление, это уже принципово показовое что-то. Знаете, паспорт, поверьте, паспорт – это папирец. Но вот человек – это человек, который должен вызвать любое оборудование. Ну, мы сейчас с вами в этом уверены. На превеликий жаль, да, какой-то папирец может больше варить, чем человек. И это означает не демократичных режимов. Доброе, дякую. Вибачите, что перебив вас, но просто життя сегодня таке, что она нам диктует верстку. Не мы там по сценарию идем, как мы, который мы не раздрукували весь час, что-то новое. Повертаемо сегодня до бюджета. Скажите, пожалуйста, вы были сегодня на Раде Коалиции, на Раде Коалиции, ну, сколько, с 2, 3, 4, 5, 6, 7, что-найменше 5 годин. Ламали списки, сперечалися. Как это произошло? Я не знаю, звездки, цифра 107 старинок, у меня такой цифры не было, поправок. Но есть порядка полтора десятка законов, которые внесены урядом для выполнения всех необходимых задач, которые стоят перед нами. В том числе и в рамках программы спорта с Международным валютным фондом. Была очень конструктивная дискуссия. Мы сегодня и пришли весь порядок день, и визначились, обминялись думками. Завтра будут происходить заседания комитетов, которые врахуют эти думки. А о 12-й године будут систематизированы эти правки, переданы. И ему будет еще одна нарада под моим головой, вместе с премьер-министром. И о 16-й године мы выйдем в зал, чтобы проголосовать законы, которые позволят нам получать 4-летнюю программу МВФ. И провести певные изменения. В том числе, есть и вопросы, которые будут по оподоткуванию таких таких, ну, великих державных монополий, что значительно покращать ситуацию, что наполнение державного бюджета. Это я должен... Вы прогнозируете, что бюджет будет проголосованный завтра? Я думаю, что завтра у нас есть все шансы, достаточно высокие, для того, чтобы проголосовать и бюджет, и весь пакет необходимых изменений. Давайте так сделаем. Вы же знаете, что до бюджета есть зауважение. Ну, у нас начальник программы была Юлия Володимировна Тимошенко, она его критикировала. Наверное, там, какие-то меседжи она просто лишила, я попросил в студии. Я бы хотел с вами про бюджет еще поговорить. Давайте сделаем это буквально там за 2 минуты. У нас есть сюжет. Это правда, на сегодняшний день мы в прямом эфире. Владимир Бройсман, глава парламенту у нас в студии. Скажите, а вот, что будет дальше? Доллар высокий, многим экспортерам тяжело закупать при нынешних ценах, там, вот даже те же лекарства. Мы видели, что есть эти проблемы. Что сделать, как быть? Я хочу сказать первое, что на самом деле людям очень тяжело сегодня. Как тяжело от того, что происходит сейчас, и от того, что... Как прогнозировать свое жизнь? Особенно людям и похилого века. На самом деле, они же не шокуют и никогда не шоковали. Они всегда жили очень скромно. И каждый период времени... Им там не до этих деликатесов и не до автомобилей. Они всегда люди по своей натуре очень скромные. И эти пробования всегда проходят в первую очередь через них. И поэтому сейчас вопрос, я поляга в следующем. Для того, чтобы стабилизовать ситуацию, нам нужно отримать транш. Для того, чтобы отримать транш, нам нужно провести изменения, которые позволят оптимизировать выдатки. Ну, например, обмежить специальные пенсии. Если в государственном управлении человек работает и отримает государственную пенсию и заработную плату, это не является социальной справедливостью. В такий, особенно важкий период времени. Поэтому и будут приняты решения о том, чтобы все, кто на государственной службе, они не будут отримать государственную пенсию, а будут отримать только заработную плату. То есть эти деньги можно было бы перераспределить тем, кто сегодня нужденным. Сегодня более тяжело и очень невизначенно есть до среднего класса. Люди переживают и понимают и кредиты, и придбание, и деньги, которые были в национальной валюте. Но я глубоко уверен в том, что и этот этап нам нужно пережить. Мы стабилизуемся ситуация. Проголосуем законы. Отбудется заседание Ради Валютного Фонда. Отримаем этот транш. Но дальше, что очень важно, и тут было сказано, нужно восстановить Украину. И это правда. Потому что нереформована страна, она всегда будет создавать вот такие коллапсы и пробования для своих граждан. То, что водитель ехал до европейских стран, эти страны были реформированы. Я помню свою встречу с президентом Польши в 2010 году Бернистом Камаровским. Первое, что он мне сказал, ты знаешь, в чём наш успех? В том, что мы провели децентрализацию влады. Мы отдали реальные деньги на места, и люди начали развиваться и жить. И их меньше начало интересовать то, что происходит в центре. Их больше было интересово то, что происходит у них. И сегодня, можно сказать, что определенный этап этой децентрализации прошел. Но то, что нужно реформировать и экономику, нужно побороть корупцию, которая разъедает все с середины и нищит любые добрые намерения изменения системы. Ну, вы знаете, никто не будет спорить, никто не будет спорить, что нам нужны эти деньги, чтобы стабилизировать. Все понимают, что МВФ там даёт их под минимальные процедуры. Но есть вопрос, какой ценой мы их получаем. Я обещал, извините, я обещал, извините, у нас была Юлия Володимировна Тимошенко на начале программы. Вона ризко критикувала ті зміни до бюджету, які має Рада розглядати завтра. Вона навела кілька меседжів. Вона казала про те, що це вдарить по пенсионерам, це вдарить по малозахищеним. Ваше розуміння, є цей баланс між тими змінами, непопулярными реформами, на які треба піти, і вагою кредиту МВФ, який ми маємо отримати. Що на одній вазі, що на інших? У нас є дуже багато викликів. Якщо говорити абсолютно відверто, то треба відкинути сьогодні політику і говорити про той стан справ, який у нас є. У нас є війна, у нас є незаплановані видатки на оборону, у нас є падіння економіки, у нас є курс національної валюти проблемний, у нас є багато викликів, які ми маємо сприймати. Те, що ми говоримо сьогодні про транш міжнородного валютного фонду, це підтримка чи стабілізація ситуації, але це не вирішення питань в цілому. Тому цей транш, або транш, або чотирьохрічну програму, яку ми отримуємо, це буде стабілізація на 4 роки від потрясінь, і найголовніше за цих 4 роки Україна має бути реформована. Інакше не треба нічого брати. Інакше через 4 роки, якщо її не реформувати, ми прийдемо туди, звідки ми прийшли зараз. Такого саму ситуацію ми матимемо повернути ці гроші. Постійно. Це буде постійно. Тобто мова йде про те, що нам потрібно побороти корупцію, як ви чули це в сюжеті, і певні кроки вже роблються, в тому числі частину цих завдань виконує парламент з точки зору ухвалення законів. Нам потрібно побудувати судову систему справедливу, коли люди будуть розуміти, що є справедливість. Нам потрібно провести децентралізацію влади. Можливо, я дуже наполегливий в цьому постійно, але я переконаний, якщо ми не побудуємо якісну систему управління державою, а все буде концентруватись в Міністерствах в Києві, ми жодним чином не зможемо досягти успіху. Тому децентралізація – це питання номер один. Передати владу кошти і відповідальність на місця. З 2015 року підтвердять міста, обласні центри, міста обласного значення, деякі села і районні міста, що вже цей процес розпочався. Нам потрібно його пришвидшувати. Те, що я говорив про Польщу. Польща пішла цим шляхом. Сьогодні одна з найміцних економік світу. Європи. Чому? Тому що вони все розклали на свої місця. Вони кожному громадянину дали можливість включитись в процес, в тому числі, економічного розвитку. Те, що зміни, які треба проводити, вони будуть болячими, у мене немає жодного сумніву. Єдине, що мій колега нещодавно даває інтерв'ю з одного з видань, бувший мер Варшави, і він зараз працює в групі підтримки по децентралізації влади з Польщі, Мартін Свінцецький. Він сказав одну річ. Мені каже, дуже прикро, що у вас питання децентралізації з експертного середовища може перейти в політичне. А в політичне, ми знаємо, що там, де бралися політики, на превеликий жаль, рідко коли був успіх. Там заговорюють це і все. Тут треба братися не за політичну складову, а за систему. І ми можемо 50 разів переобирати владу. Треба змінити систему, яка буде приводити людей, які здатні на місцях змінювати ситуацію. І така система є. І я вважаю, що це один із важливих пріоритетів. Звісно, і дерегулювати потрібно, і зменшувати тиск контролюючий. Це все ті завдання, які стоять перед нами. При цьому потрібно зміцнювати нашу оборонну здатність. Бо в нас є виклики, про які ми навіть півтора року назад і не думали про те, що наші воїни, наші герої сьогодні будуть на Східному фронті воювати і відстоювати нашу незалежність. Дякую, що були в нашій студії. Напомню, глава парламенту Володимир Гройсман з нами. І от два главних меседжа, просто просумірую, які ми услышали. По його словам, бюджет все-таки завтра, скорее всего, буде принят. Ну, а ще от нашого гостя ми услышали новость, которую ждали весь сьогоднішний ефір. Алексей Гончаренко на свободі. Ну, а завтра буде суд. Будет следить за этой исторією. Не забывайте ще одну вещь. Надо деньги передати людям. Именно о децентрализации. Це третій меседж, в якому ви хотіли. Знаєте, наверное, це найголовніше, що люди б хотіли. Щоб те ресурсы, які є, передали їм, щоб вони могли що-то в своїх городах менять, а не только ждали указаний з Киева. Це буде верно, і це буде сделано.